В спортзале детско-юношеского центра завершился Куба города по баскетболу памяти Сергея Морозова. В турнире шесть юниорских команд в возрасте до 20 лет. В финале встретились СТК и Север, рассказывает Константин Мухин. В матче за золото сошлись команда СТК и сборная Архангельской области 2002 года рождения Север. Соперники уже встречались на групповой стадии. Уверенную победу тогда одержали сборники. Для ребят турнир стал отличной подготовкой к полуфиналу первенства России в Перми, на котором завтра подопечный Руслан Анаманова проведут свой первый матч против команды Кировской области. Там легких игр тоже не будет. Хотя там говорят, что там вроде как бывают и посложнее игры. Но я там посмотрел, там непросто будет и у Перми выиграть, и у Санкт-Петербурга. И еще имею в виду, что собственные проблемы связаны с болезнями игроков. Так что посмотрим, будем сражаться. В условиях турнирной борьбы сборная проверила разные варианты защиты и нападения. К сожалению, три северодинских игрока так и не смогли оправиться от простуды. В Перми им придется играть с чистого листа. Что касается финала, то сборная не встретила серьезного сопротивления. Сделав комфортный задел уже после первой четверти 23-7, подопечный Руслана Наманова довели матч до логического завершения 89-45. Команда опытнее нас, сильнее, сразу видно. Но у каждой команды есть свои слабости, это понятно. Мы получили свой опыт, так скажу. Руслан Дардович, я заметил, даже сегодня вас в защите использовал абсолютно на разных позициях всех. Да, вот это как бы вариации, так сказать, игроков на разных позициях защиты, чтобы мы знали, где и кто мог играть. И чтобы можно было как бы так запутать соперника. С каким настроением выезжаете? С боевым. Матч за бронзовые медали стал внутренней разборкой баскетболистов Дюсша-1, в которой третье место завоевали юноши 2004 года рождения. Лучшими игроками турнира в своих командах стали Кирилл Тимохин, Александр Пахов и Роман Золотарев. Константин Мухин, Дмитрий Ткаченко, Вестник, Северодвинска.